Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня будем выкатывать из ангара ветер. Я наконец-то его забрал, домучил таким, домучил еще вчера, точнее если быть точным, то наверное между вчера и сегодня ночью, эндок где-то часов в 12 в пол первом, я закончил, получил ветер и с самого утра решил заснять обзорчик на него, для того, чтобы вы знали, что это за машинка, стоит ли донатить ради того, чтобы его получить, но в любом случае стоит донатить в ивенты, точнее в батл пассы, простите пожалуйста, если вы и так донатите, по одной простой причине, потому что это довольно-таки неплохой способ получить кучу всяких вкусняшек, завестись золотишком, пооткрывать сейфики с серебром и со свободкой, просто свободки насобирать, ну и соответственно получить себе батл пассовскую машинку, которая довольно-таки интересная, как правило и является коллекционкой, в конце концов ее продать можно, за сколько, посмотрим чуть позже, и плюс к тому, ребят, машина всегда, как правило, обладает какой-то уникальной внешностью, в данном случае на 55 уровне он становится вот таким вот вольным ветром, и действительно прикольно выглядит машина, здесь поспорить особо не с чем. Давайте сразу с вами определимся, за сколько можно данную машину продать, очень многие интересуются, ребята, этим вопросом, и многие батл пасс себе приобретают пропуск на него, именно как возможность задонатить, всего лишь 500 голды. Стоит ли того, чтобы данную машину продавать за 500 золота? Однозначно нет, я вообще не люблю, честно говоря, машины продавать, за 8 лет продал 2 машины, и очень-очень сильно об этом жалею. Ну что, ребят, перед тем, как будем начинать, я хочу спросить у тебя конкретно, почему ты до сих пор не подписан на мой канал, ты не доверяешь каналу из-за его небольшого размера, из-за того, что он не такой огромный, как у мастодонтов, нет 200-300 тысяч подписчиков, так это от тебя только зависит. Подпишись на мой канал всего на месяц, нажми на колокольчик, вот прямо сейчас нажми и подпишись, и в течение месяца, поверь, я больше чем уверен, я смогу переубедить тебя, и убедить тебя в том, что молодой начинающий канал с небольшим количеством постоянных зрителей может быть гораздо более качественным и интересным, чем сухие, пресные, раскоровелые мастодонты YouTube, которые абсолютно выдохлись, и, честно говоря, ничего интересного уже не показывают. Ну что, ребят, давайте тогда приступать к ветру. Я могу сказать про ветер следующее. Первое и основное, я не люблю ЛТшки, не нравятся они мне. Я не знаю почему, наверное, из-за их плохой живучести. Я открыл сравнительную таблицу, и сравнивать, ребят, будем данный товарищ Ветер с Фрости, Ровером Т-21, Тайпом 64 и, ребят, Диверсантом. Что хочу сказать. Если посмотреть внимательно на характеристики данной машины, то в целом по ТПМ машина, ну, нормальная. Она вполне нормально сбалансирована. Она танцует где-то в пределах Ровера. Да, у нее пробитие типа меньше, чем у Ровера. Но, ребят, всего на 2. На 2 единицы. То есть, в принципе, ни о чем в бою особо не почувствуешь. Что касается альфы. Альфа, да, меньше, на 10 единиц. Но, ребят, честно говоря, мне этой альфы было достаточно по каткам, которые я сделал на ветре. Выстрелов в минуту, вы можете сделать себе 13 полноценных выстрелов, поставив дополнительное оборудование, ну и, соответственно, амуницию. И здесь количество выстрелов существенно будет преобладать над всеми вот этими вот товарищами. Сведение. Сведение, я бы сказал, божеское. Да не то, что божеское. Оно такое впечатление, что богом данное. Потому что в игре действительно очень кайфово. Очень бодренько орудие сводится. Разброс тоже вполне себе даже нормальный. Скорость машинки, да, в некоторых случаях не хватает. И это мы сейчас посмотрим с вами в боях. Но в целом, как для легкого танка, опять-таки, вполне себе достаточно. То, что хочется лучше, ну это безусловно. Ну а то, что дали 63, это очень даже себе нормально. Что касается процента побед. Обратите внимание, процент побед 54%. Но мне почему-то кажется, что эта статистика существенно упадет. Ну, во-первых, многие пооткрывают себе его гораздо позже. Во-вторых, здесь собрана статистика всего по 6 игроками. Возможно, я в составе вот этого и вот шестерки нахожусь. А может быть и нет. Но в любом случае, я могу сказать, что процент побед реальный. Да, приблизительно где-то вот такой вот. В целом, машинка, несмотря на то, что ЛТшки я не люблю, оказалась для меня очень даже интересной и сбалансированной. Давайте посмотрим на характеристики машины. Минуя таблицу, посмотрим на самое основное. 150 единиц эльфы, как я говорил. И пробитие в 138. Время сведения просто божественное. 2,2. Разброс 3,5, который вполне играбельный и достаточный. Урон, заявленный в виде ДПМа, 1918 с учетом оборудования и амуниции. И, ребят, он реализуемый. Я не могу сказать, что я за бои накидываю там по 2,5-3 тысячи урона. Но 1,5-2 в целом можно вполне спокойно вывести, если играть осторожно. Углы склонения вниз минус 5 очень, очень, ребят, печальные. И к этому вопросу мы вернемся непосредственно в бою, куда сейчас с вами отправляемся. Сказать, что все прям бои на ветре были для меня супер победные и прям совсем супер фановые, нет. Я врать не буду. Такого процента, к сожалению, у меня нет на ветре. Но, ребят, могу сказать так. Где-то приблизительно 70-75% боев мне реально доставляли удовольствие. Вот когда я не получал удовольствие от боя на ветре. Тогда, когда я реально буровал, врывался туда, куда не стоило, не держался поначалу где-нибудь сзади, ехал сразу всех засветить, ну и, понятное дело, начинал отхватывать. Ветер такого геймплея не терпит. Не терпит по одной простой причине, потому что брони в этой машине нет полностью. Сейчас первую катку я, скорее всего, буду сливать. По одной простой причине, потому что буду вам показывать те вещи, которые хочу вам показать. Я не боюсь за свою статистику, чего и вам не рекомендую. И я готов потратить одну победу на то, чтобы показать вам определенные нюансы по данной машине. Что хочется показать в первую очередь? Хочется показать полное отсутствие брони. Я не то, чтобы буду подлазить обязательно под снаряды соперника, я просто покажу вам вот так вот машинку. И скажу, что вот здесь вот, когда ты смотришь на нее, вот в прямой проекции, а я видел ветра сам, в своем же ветровском прицеле. Так вот, для меня с моим пробитием в 138 я реально здесь не мог найти серой зоны. Вот знаете, то чувство, когда ты не можешь найти, простите, серой зоны, красной зоны не могу найти. И как раз о чем я говорил, что, знаете, вот это чувство, когда ты не можешь найти серую зону в каком-нибудь танке. Но вот кто на 10 уровне играет, вы знаете, что такое выехать на Тайпа 71. И ты такой стоишь и пытаешься высмотреть, где же у него серая зона. И особенно, если ты встречаешься с этой машиной, я бы сказал, первый раз. Вот точно так же и с ветром, только в точности да наоборот. Здесь реально одна сплошная серая зона. И это очень, очень угрюмо, очень грустно. И реально ты расстраиваешься чуть ли не постоянно. Что касается орудия. По орудию все классно. Классно сбалансированная пушка по точности стрельбы. Обалденно сбалансированная по времени сведения и по КД. Но, ребят, есть нюанс. Долго летящий снаряд, как вы только что видели. И крайне ужасные углы склонения вниз. Вот сейчас я стою, вроде бы все нормально, все окей. Стоит мне хотя бы немножечко спуститься вниз. И для меня, как правило, горизонт уже уходит. Мне, честно говоря, на многих картах было дискомфортно отыгрывать на данной машине. Именно по двум вот этим вот нюансам, которыми она обладает. А именно долгий полет снаряда. Что приводит к тому, что когда танчик не весь для тебя серый, как только что было. На примере с АТ, а у него есть определенное количество красных зон. То вот как раз малейшее движение соперника приводит к тому, что твой снаряд попадает именно в красную зону. Это не очень приятно. А вот время сведения, ну, просто умиляет. Я настолько кайфую, когда прицеливаюсь в кого-то на данной машине. Ну, я не могу передать реально это словами. Ты катаешься по карте с нормальной скоростью. Он действительно классно движется. По нескольким первым боям мне было немножко дискомфортно от того, что вот вроде бы чуть-чуть не хватает прям вот совсем бешеной динамики. Но, скорее всего, это было связано с желанием как можно быстрее взорваться в бой и как можно быстрее прочувствовать данную машинку. Если же вы поиграете на данной машине хотя бы, ну, не знаю, там, каточек 10, вы начинаете ощущать ее, ну, на все, наверное, 200, даже не на 100. И машина настолько доставляет удовольствие, настолько фанит, что передать это словами, как я уже сказал, просто невозможно. Вот вроде бы и бой сейчас не слил. 7-0 я сделал два фрага, накидал какого-никакого урона и умудрился при этом еще им сказать о негативах данной машины. Я отыграл немного на данном аппарате, ориентировочно где-то боев 20. И, честно говоря, я не жалею абсолютно, абсолютно не жалею о том, что ветер появился в моем ангаре. Он действительно прикольный, он действительно интересный, он действительно не такой, как все. Если это спойлер, ребят, к новой ветке ЛТшек, которая должна появиться, то мне почему-то кажется, что ветка должна быть довольно успешной и удачной. Среднячок по урону, что касается по фарму, то понятное дело, что это не фармер, шестой уровень, коллекционка, как правило, не наделяется вообще какими-либо процентами качественного годного фарма. Но, ребят, играть на нем однозначно весело и однозначно прикольно. Я заеду сейчас еще в один бой. Я не уверен в том, что этот бой будет тоже победный, там, с каким-то плюс-минус нормальным уроном. В предыдущем бою нормального урона набросать я не смог. По одной простой причине, потому что больше отвлекался на то, чтобы рассказать о машине, о ее недостатках. И будем говорить откровенно, накидать хороший урон на данной машине, стоя у себя, допустим, на респе где-нибудь в кустах, у вас не получится. На моем конкретно примере я смог набросать нормального, хорошего, приятного урона в тех боях, в которых я забрасывался в тыл. То есть я выжидал сначала, ждал, 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 пока ребята там разъедутся, пока они там займутся своими делами, начнут выцеливать друг друга. В частности, соперники начнут отвлекаться на союзников. И, соответственно, после этого я уже врывался к ним сзади в корму. Ну и, соответственно, туда уже набрасывал урон, который закидывается очень легко с перезарядкой меньше 5 секунд. Ну и, как я уже говорил, просто умопомрачительно великолепным временем сведения. Что действительно будоражит, так это то, что ко мне едет 25-ка, а мои углы склонения не очень хорошие. Время перезарядки у него просто супер. И вольфа у него, в принципе, ребят, такая же, как у меня. Да, надо было все-таки через призму прицела, товарища, выцеливать. Но, к сожалению, здесь меня сольют, потому что все-таки Е25-ый, товарищ, крайне быстро перезаряжающийся. Ну, а я крайне, крайне картонный. Как вы видите, пробивают нижний бронелист, пробивают верхний бронелист. Абсолютно легко и спокойно. И, что самое парадоксальное, когда я играл против ветра, ребят, ну вот серьезно, абсолютно без шуток. Я даже не брал его в прицел, да, там, я не включал приближение по одной простой причине, потому что гораздо проще ветра просто захватить в прицел и с помощью автоприцела разбирать данную машину. Как бы он не поворачивался, в него все равно влетает и влетает жестко. Бывает, рандомно, как-то где-то что-то рикошетит, какого-то скоса на башне, либо, может, от стыка бронелистов. Но, в целом, ребят, брони здесь нет. И именно поэтому вот такие бои тоже вас ждут, если вы будете врываться, как это сейчас получилось у меня. Я не специально сливал бой, вот честное слово, но такие бои на ветре тоже ожидают. И вырезать я его не собираюсь. Если вы за честность обзоров, ребят, смотрите видео, в которых есть поражение. Потому что, когда вы смотрите видео, в которых есть только одни победы, это искажение реальности. И когда вы будете брать машину, понятное дело, что всего того кайфа, который вы видели на экранах своих мониторов, на каналах именитых ютуберов, которые показывают исключительно победы, этот кайф не будет присутствовать конкретно в ваших боях. Стоит ли ветер того, чтобы донатить, не знаю, ребят. Не для всех однозначно. Но что-то имбовое, что-то прикольное и что-то веселое в данной машинке однозначно есть. Ее внешний вид, ну, уж точно порадует. Применимость, я думаю, что будете применять. Будете применять тогда, когда вам необходимо будет делать знаки классности. И когда вам необходимо будет, допустим, там, побеждать. Или, я не знаю, там, делать фраги. А он на это действительно способен. На выполнение каких-то боевых задач, клановых боевых задач. Ну, либо каких-то ивентов. В целом, машинка оказалась очень прикольная, очень годная и довольно веселая и интересная. На данный момент, ребят, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. И помните, я однозначно смогу доказать, что мои видео куда интереснее и веселее, чем у мастодонтов. Всех благ, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...